Приветствую вас и сразу хотел бы отметить, что вы так выстраиваете форму своего вопроса, что можно сделать предположение о том, что его вы задаете в раздел эзотерики, как будто бы. Там, что вы спрашиваете, появится ли он в жизни дочери и как случится моя дальнейшая личная жизнь. Вы, новичок, на нашем ресурсе вы зарегистрировались только вот сегодня, и поэтому есть у меня предположение, что вы ошиблись с разделом. Если все-таки ваш вопрос направлен именно на предсказание своего будущего, если все-таки ваш вопрос нацелен на то, чтобы понять, что вас ждет, какое у вас будущее, появится ли отец в жизни дочери, то это все-таки к эзотерикам, и именно им нужно задавать подобные вопросы. Психолог не гадает, психолог не предсказывает будущее, психолог не дает расклад вашей жизненной ситуации и тем более не влияет на вашу судьбу. Психолог помогает разрешить внутренние конфликты человека и внутренние противоречия человека и помогает нам направить мысли в нужную сторону, но для этого нужно, чтобы вы предоставили больше информации именно о себе. Татьяна. Итак, вы говорите, пять лет назад рассталась с мужчиной, с которым у меня есть дочь. Почему расстались с мужчиной? Что заставило вас расстаться с ним? Какие у вас были конфликты с ним? Какие у вас были проблемы с ним? Какие у вас были противоречия с ним, может быть? Далее. Отдельным пунктом идёт обязательный вопрос. Как вы пережили расставание с этим человеком? Как вы на уровне рефлексии переживали то, что он больше, например, не с вами? Вот об этом это очень важный аспект, очень важный момент, о котором, я надеюсь, вы, как следует, подумаете. Далее. Значит, у меня есть дочь. Отец я никогда не видел, но они знают. Здесь тоже довольно важный момент. Если отец, значит, они знают, но ни разу не видел, значит, он не хочет, чтобы она была в его жизни. Надеюсь, это понятно. Если он не хочет, чтобы она была в его жизни, то на это есть причина. То есть, вот, объективно есть причина, по которым человек не хочет, чтобы в его жизни был ребёнок. И вот я здесь задаю вам вопрос. Я задаю вам вопрос. Почему он её ни разу не видел, если знает о ней? Не хочет. Не хочет. Не желает, например, напоминания о вас через неё, допустим. Просто не нужна ему дочь, например. И так далее. То есть, это вот такие важные, на мой взгляд, аспекты, о которых нужно с вами разговаривать. Потому что именно из этих аспектов, из этих аспектов, формируется психологический портрет вас, почему расстались, и вашего мужчины, почему позволил расстаться, почему позволил себе расстаться с вами. Понимаете? Вот это всё, вот это всё, на мой взгляд, является очень важным. И для того, чтобы вам ответить на вопрос, появится ли он в жизни дочери, с психологической точки зрения, нужно отдавать себе счёт в том, например, какое у него отношение к дочери. Как он её воспринимает? Ну, дочери и так далее. Вот это всё нужно с вами разбирать. Без этого никак, к сожалению, непонятно, есть у вас надежды на то, чтобы он появился в жизни дочери или нет. И если вы хотите, чтобы он появился в жизни дочери, то также непонятно, зачем вам это нужно вообще. Для чего вам это нужно? Для чего вы это хотите? То есть, какой целью вы интересуетесь? Ради дочери, ради себя? Если вы хотите дочери, то, может быть, ей и не нужен такой отец, который не участвует в её жизни и так далее. Далее. Вы задаёте другой вопрос. Вы даете мой вопрос, касаемо того, как сложится ваше личное жизнь. И здесь я опять с точки зрения психологии отвечаю вам так. Ответ на этот вопрос зависит от того, почему вы расстались со своим мужчиной. Ответ на этот вопрос зависит от того, как вы переживали это самое расставание. Ответ на этот вопрос зависит от того, какие у вас требования к мужчинам, чего вы хотите от мужчин. И вот именно на эти вопросы, именно на эти моменты я как психолог обращаю ваше внимание для того, чтобы вы получили адекватное направление своим мыслям и смогли хотя бы сами для начала увидеть то, насколько возможно для вас выстроить свою личную жизнь. Кстати говоря, вот пять лет назад вы говорите, что расстались со своим мужчиной. Пять лет назад. Ну это довольно большой слов, пять лет. И надо сказать, что если за пять лет вы так и не встретили своего мужчину, так и не смогли построить новые отношения. Ну о чем-то это да говорит. Например, это говорит о том, что у вас есть определенные проблемы. Например, это говорит о том, что у вас есть определенные изменения в психике, сознании, которые не позволяют вам отстраивать новые отношения. Например, это говорит о том, что у вас есть блоки. Может быть страхи, может быть какие-то комплексы, которые у вас появились в результате расставания с мужчиной и так далее. Может быть, но все это нужно разбирать. Пока, исходя из того, что вы написали, нельзя делать выводов об этом слишком малой информации. Именно для психологов. Вот для истериков вполне может быть и все нормально. Вот для психолога информации мало. Я надеюсь, что вы это поймете. Я надеюсь, что вы постараетесь для себя выделить эти моменты, о которых я говорю. И либо вы сделаете учет этих моментов, либо вы переадресуете свой вопрос, например, эзотерикам, которые вам в данном случае помогут, скажем так, более адресно, что ли. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку. Буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!